Всем привет! После небольшого и, прямо скажем, вынужденного перерыва мы снова вместе. Я Митя и это Пекарь Подкаст. Ребята, поехали! Напоминаю, что Пекарь Подкаст это то место, где можно встретить не только представителей вселенной Пекарь Стас, но и просто ярких представителей покерного комьюнити. Таких людей, которые многого добились в покере и которым 100% есть чем с вами поделиться. Вот сегодня у меня будет именно такой гость. Мой сегодняшний гость, как ни странно, никогда не являлся публичным человеком. При этом он превратил покер не просто в игру, а в индустрию, которая работает на него. Многие им восхищаются, другие его нещадно хейтят. Что ж, давайте разбираться вместе. Who is Mr. Galt Atlas? Зовут моего сегодняшнего гостя Андрей. Он уже здесь. И я надеюсь, у нас получится откровенный и интересный разговор. Андрей, привет! Привет, Митя! Андрей, ну ты в курсе, что подкасты я начал делать примерно тогда, когда человечество изобрело каменный топор. И с тех пор, наверное, там 98% людей, с которыми я брал интервью, это были люди, к которым, к разговору, с которыми я готовился специально, узнавал о них что-то и еще лучше узнавал их в момент, собственно, интервью. Но сегодня немножко другой случай. Не буду скрывать, мы с тобой знакомы очень-очень много тысячелетий, чему я несказанно рад. И, наконец-то, наконец-то ты выйдешь из тени. Наконец-то люди узнают, что ты существуешь. Хотя, конечно, многие об этом и так догадывались. Вот. Но ты как-то никогда не являлся суперпубличной личностью. Так что я сегодня очень надеюсь, что твои ответы на мои, надеюсь, каверзные вопросы будут откровенными, предельно откровенными и честными. Ну, давай попробуем, Митя. Все, что знаю, расскажу. Андрей, вот для меня лично со стороны я бы поставил, вот ты и покер, знак равно. А сам ты как сформулируешь, чем для тебя на сегодняшний день является покер? Покер, ну, на сегодняшний день и, в общем-то, на протяжении уже более чем 10 лет это моя жизнь и мой основной вид деятельности, то, чему я посвящаю в основные свои силы. И, в общем-то, влюблен в эту игру и в эту индустрию. То есть это такая неотъемлемая часть моей жизни. Андрей, перед тем, как мы начнем эту твою жизнь покерную и не только препарировать, твои взгляды на покер и не только, тоже будем подробно обсуждать. Хотел вот о чем тебя спросить. Есть такая вещь, как выгорание. Насколько я знаю, ты с неуемной энергией относишься к своей работе, с каким-то диким позитивом. Вот как тебе удается сохранить такое настроение? Ну, я, в общем-то, с самого начала очень позитивно на него смотрел и, в общем-то, в какой-то момент даже, наверное, не мог поверить, что есть такая работа, работать ты ее особо-то и не назовешь, да, то есть, ну, по факту тебе предлагается играть в очень увлекательную игру и за это еще будешь получать деньги. Ну, и делать это еще ты можешь из дома или вообще из любой точки мира, где есть там интернет и банкомат. Все. То есть, ну, я не знаю, кто там более счастливый, в какой профессии люди. Тебе не надо не ходить ни в офис, ни мешки с цементом таскать. Ну, может, там порно-актерам повезло чуть больше, да, но покеристам, ну, что ж. То есть, мы все вытащили, на мой взгляд, в счастливый билет, и об этом время от времени нужно себе напоминать. Да, конечно, бывают сложные времена в покере у игроков, но без этого никуда. Да, они есть везде, всегда, на любой работе, но, может быть, это и тоже хороший вариант, что ты не всегда на позитиве, а жизнь тебе, это вот драматургию покер тебе устраивает, ну, просто наслаждаешься этими процессами, качелями. Скучно не бывает. Это здорово, и я надеюсь, что сегодня у нас тоже не будет скучно. Точнее, я не надеюсь, я в это верю, я это знаю. Хотя, вот, используя свою волшебную инновационную видеокамеру, я замечаю, что уже один зритель начинает скучать. Это нужно срочно исправлять, поэтому по законам жанра я попрошу тебя представиться, так, чтобы люди тебя получше узнали прям сразу. А что в покере главное? Ну, каких успехов непосредственно в прикладной игре тебе удалось добиться? Ну, я говорю о лимитах, о каких-то цифрах, которые можно понять, потрогать, пощупать. Поэтому прошу тебя, вот, расскажи об этом поподробнее. Ну, давай об этом маленько поговорим, да. Чтобы наши слушатели сразу поняли, что они не зря теряют время. Есть что послушать. Ну, значит, если говорить про играемые лимиты, то, да, значит, последние лимиты, которые я играл, это было NL 1000+. Значит, выбирал я игру именно на этих лимитах. Ну, в общем-то, и NL 1000, NL 2000, NL 5000 поигрывал. Ну, и даже были там вылазки на NL 10K. Ну, понятно, там дистанция была совсем смешная, под хорошего игрока я туда залетал. Вот, пробовал и Амаху тоже на этих лимитах, но Амаху могу похвалиться, наверное, только тем, что я... Мне повезло отыграть ее в ноль. Тоже там играл я эти большие лимиты все. В ноль, но по EV в минус. То есть меня немножко вот как бы пожалела, пожалела дисперсия. Вот, ну, в общем-то, вот так играл, да, высоко. И все это очень мне нравилось. Ну, и, в общем-то, я начал обучать тоже людей, чтобы они могли выйти на NL 200+, NL 200, NL 1000. Вот это тот целевой ориентир. Да, но это сейчас, в данный момент. Да, цифры говорят сами за себя, но так же было не всегда. И да, я знаю, что сейчас у тебя есть своя школа, ученики и так далее. Но когда-то ты и сам обучался, вот было бы интересно узнать, каким образом у тебя этот процесс происходил. Что тебе прежде всего помогло достичь того, чего ты достиг непосредственно в игре? Ну, в общем-то, когда я начинал, было не так много вариантов, на самом деле. То есть не было никаких профессиональных систем обучения, профессиональных тренеров не было. Было покер-стратеджи, были там какие-то видео, какие-то, значит, статьи. Могу сказать, что многие из них были довольно-таки дельными. Но, в общем, никто не говорил, что как их применять. Вот, обучался вот таким образом, понемножку, понемножку. И да, значит, очень большое внимание я уделял занятиям с тренером, с тренерами. То есть когда только я начал играть в кэш, первое, что я начал делать, это искать тренера. И первый тренер был тогда суббар, по-моему, был такой чувак суббар на стратеджи. И я ему просто написал, сказал, чувак, он брал 100 баксов за час. Говорю, чувак, давай, говори, что делать, потренируй меня, я могу к тебе в город приехать или там с тобой где-то встретиться, прям вот возьми меня под свой окрол. То есть мне всегда хотелось, чтобы был какой-то человек, который, в общем-то, станет моим ментором, скажет, вот делай вот это, вот это, вот это, вот это, и у тебя будет хорошо. А я был готов, в общем-то, с этим человеком делиться. Я говорю, давай на твоих условиях, все, что захочешь, так и будет. Вот, но он не захотел. Он дал мне одну тренировку за 100 баксов, ну и, в общем-то, на этом наше обучение закончилось. Ну и дальше я продолжал искать тренеров, занимался с разными тренерами и никогда на этом не экономил, вот. И, наверное, одним тоже из главных отличий, что я делал, что они делают, не делали, сейчас, наверное, многие это делают, это я очень сильно увлекался подкастами. И тебе, Митя, тоже большое спасибо. Я переслушал все твои подкасты, которые были на стратедже, я думаю, все. Я ни одного не пропустил. Тогда это было посложнее, тогда не было ни ютубов, ничего такого. Это приходилось грабить эти подкасты со стратеджа, записывать их на флешку, слушать в машинах и так далее. Вот это очень важный элемент обучающей системы. То есть, что дают эти подкасты, что они давали мне, и я сразу понял их ценности для себя. То, что они тебя мотивируют, и они дают тебе веру в то, что ты находишься на правильном пути. Потому что есть сложные периоды, и в эти сложные периоды тебе хочется на все плюнуть и думать, блин, может, я не тем занимаюсь, может, это вообще не мое и так далее. А так ты видишь, вот чуваки, которые, в общем-то, такие же, как ты, ничем не лучше, не хуже, достигли хороших результатов. Ты думаешь, ну, окей, значит, я тоже это смогу, или хотя бы частично. И, ну, в общем, вот это вот очень хорошо давало. Ну, потихонечку так занимался. А потом начал тренировать. И это, в общем-то, тоже очень позитивный момент для игрока. Ну, по крайней мере, я про себя могу сказать. Потому что одно дело, когда тебя тренируют, ты что-то понял, что-то не понял, а когда ты начинаешь тренировать, ты, у тебя уже все складывается в структуру, ты уже знаешь, что вот это, вот это, вот это, вот это приносит деньги, ты обучаешь этому людей. И, в общем-то, сам, естественно, начинаешь это делать. И, короче, понимаешь глубже предмет. Ну, и чтобы еще глубже, наверное, понять предмет нашего сегодняшнего обсуждения, это покер, как всегда. Я предлагаю поиграть с нашей оптикой, и периодически, чтобы еще динамики добавить, приближать и удалять. Приближать и удалять. Приближать на какие-то локальные твои перипетии судьбы, обсуждать их. А также иногда отдаляться и говорить о каких-то глобальных покерных проблемах. Вот хочу сейчас глобальный такой вопрос задать. Что покер дает? И, может быть, что тебе конкретно покер дал уже на сегодняшний день? Вот тут такая вот интересная штука, да? Многие приходят в покер за некой свободой, да? Что в покере ты, ну, понятно, что там работаешь сам на себя, ты сам себе начальник, дресс-код себе выбираешь, ты в трусах можешь катать, жить где хочешь и так далее. Ну, в этом плане он дает очень большую свободу. Да, я смог переехать в Таиланд и живу здесь уже более 8 лет с семьей. Понятно, что он дал очень хороший доход, дает очень хороший доход. Но в то же время, и это тоже большой плюс, покер, он накладывает и очень высокий норматив дисциплины. То есть ты не можешь это делать АБК. То, что ты как бы свободный, ты не знаешь, что ты там не планируешь свой день и играешь, когда хочешь, и там лежа под пальмой. Такого нет ни разу. И, в общем, такой подход, он обрекает тебя на неудачу. Все очень жестко распланировано. Ты играешь вот так, тогда, тогда, тогда. Понятно, что все выходные профессиональный покерист должен играть, потому что это, ну, как бы прайм-тайм. Новогодние праздники – это вообще маст хэп, рождественские, новогодние. Желательно, чтобы ты и первый, ну, первый, ладно, там. Желательно, чтобы ты первый тоже числа был за столами, 31-го, а 2-го числа. То есть, и вот некие такие ограничения покер накладывают, потому что, ну, это, в общем, такое самое, самый хай-сизм. Вот, ну, естественно, у тебя там выходной день будет, там, вторник-четверг какой-нибудь там, или вторник-стреда, или среда-четверг. Вот, короче, покер очень сильно дисциплинирует, дисциплинирует, дает свободу. Также, вот, я тоже не видел из тех, кто добился больших высот в покере, как-то вот не встречались не, скажем так, запущенные люди в плане вот там тела, да, все как-то на спорте занимаются спортом, занимаются духовными практиками, что-то там медитируют, йогой занимаются, правильно питаются, отказываются от алкоголя, то есть начинают вести такой действительно правильный образ жизни. Вот, и это тоже, в общем-то, я не знаю, там, заслуга это покер, не заслуга покера, но вот как-то вот так вот и складывается, да. Люди пытаются держать себя в форме, но понимают, что двойной сальто трудно сделать с тройным подбородком, ну, и, в общем-то, достичь успеха в покере, наверное, тоже ты должен быть, ну, в форме, и это все-таки влияет на твою умственную деятельность, потому что, ну, кто регулярно играет в покер, тот знает, что вряд ли есть какая-то деятельность, которая так качественно может тебе за три часа вынести мозг, после которого ты дымишься и ничего не воспринимаешь вокруг, то есть мозги работают там, ну, капитально, капитально разминаются мозги. Вот, это все дает покер, и говорят, что такая разминка мозга, она как-то там влияет на какие-то там болезни, типа паркинсон или чего-то там. Короче, эти вещи, они нам грозят в меньшей степени, мы понижаем вероятность этого. Это отличная новость, кстати, не задумывался никогда об этом. И, кстати, знаешь, я еще никогда не задумывался о том, что я абсолютно не знаю, а каким образом вообще ты познакомился с покером. Можешь рассказать свою историю? Знаешь, у всех она какая-то своя, немножечко другая. Вот, как у тебя лично происходило именно знакомство с покером, в принципе? Ну, большую часть я строил карьеру в финансовой корпорации, вот, там начинался с 150 баксов зарплата, ну, и где-то, наверное, я до 2,5 тысяч поднялся. Вот, там хорошая должность была и все прочее. Но за эти 2,5 тысяч тебя так высушивали, там, что, как бы, большие планы, куча народу, который ты должен контролировать, там, подчинение было больше ста человек. Ну, короче, непростая, непростая эта корпоративная деятельность. Если ты, не дай бог, выполнил план, то тебе дадут маленькую медальку и просто увеличить этот план, ты думаешь, блин, что-то идет не так, что-то идет не так. Вот, в общем, для меня это было, ну, как бы, не сильно перспективно. Ну, и потом случайно появился покер. Опять же, это было просто течение обстоятельств. Жена моя сидела и просто переписывалась в мессенджере. Тогда это было ICQ, может быть, кто помнит, да, из Алдопа. До WhatsApp, до Skype, это первый в мире мессенджер. И вот она переписывалась с собой, с своей подружкой, и подружка ей пишет, что, типа, Лиана, вот я собираюсь уйти в декрет и заняться онлайн-покером. Ну, естественно, меня же она спрашивает, что за фигня, что за онлайн-покер, с чего вдруг. Она говорит, а вот у меня одноклассник, он живет в Таиланде, занимается покером и зарабатывает 300 тысяч баксов в год. И мне вот жена сразу говорит, Андрей, тут Оксана пишет, что какой-то чувак, что-то там 300 тысяч в год зарабатывает покером. Тебе это случайно не интересно? Ну, и все, я сразу подрываюсь, Лиана, двигает компьютер, набрасываюсь на Оксану, говорю, Оксана, что там за чувак, что за там 300 тысяч, что за Таиланд, это типа, ну, это серьезно? Она говорит, да, это серьезно, вот я его знаю, вот так-сяк. Ну, и все. В общем, она мне, я выяснил, как это вообще обучаться, дали мне эту ссылку на Покерстратеджи, и все, пошло, поехало оттуда. То есть вот мне очень сильно повезло, что живые люди, знакомые, они мне сразу сказали, что это реально, и вот есть вот такой пример. А 300 тысяч баксов в год – это охеренно большие деньги. Тогда для меня это вообще просто были, ну, несопоставимые, непредставимые деньги. Вот, я-то так подумал, что если я буду зарабатывать не 300 в год, а 30 тысяч баксов в год, то это как раз примерно тебе с половиной тысячи долларов и есть. Играя в покер, опять же, да, играя в игру, это ли не чудо? И, в общем-то, очень быстро я принял решение, что надо туда врубаться и изучать, что, собственно говоря, и сделал. То есть, вот так я пришел в покер. Я не сомневаюсь в том, что ты не жалеешь о содеянном, о сделанном выборе. А я вот что хотел с тобой обсудить. Мы с тобой сейчас находимся на канале Пекарь Стас, а, как известно, на канале Пекарь Стас существует самая объемная база обучающих материалов вообще во всем русском комьюнити. Ты знаешь, сегодня я совершенно случайно наткнулся на твой курс. Он доступен сейчас везде. Он такой уже достаточно старый, поэтому он уже в общем доступе. GoToNL400. Поэтому не могу не обсудить с тобой возникновение этого курса. Я помню, что он был модный, а сейчас насколько он актуальный. И вообще немного о том, как ты стал тренером, откуда возникли такие амбиции. Ну, если говорить о том, как я начал тренировать, начал я вообще с оценки рук, по-моему, на стратеджи. Потом мне предложили вести какие-то тренировки там еженедельные. Я просто записывал свою игру. Потом перешел я на портал Freestyle Poker к Саше Курсику. Там стал тренером. То есть мне предложили, я стал тренировать, ну, в общем-то, для массы, для школы, не для себя. Но потом начал давать объявление уже, что, в общем, я и сам могу тренировать. И начал единичных людей брать себе на тренировки. Ну, и когда приходит человек, ты ему как бы объясняешь, вот это, вот это, вот это, тебе как бы базовые вещи, которые очень важны и которые люди, в общем-то, не всегда знают и не всегда понимают. И ты каждую тренировку говоришь одной и той же человеку. Ну, и, в общем-то, зачем говорить каждый раз одной и той же, когда можно собрать там группу людей и сказать всем одновременно эти базовые вещи, которые 100% нужно применять в игре. Все, начал, как бы составил этот небольшой курс, там было 5 уроков, набрал 10 человек, дал им, в начале-то набрал вам 5 человек, там буквально бесплатно им это раздал. Они сказали, да, круто, все. Ну, и потом потихонечку начал цену повышать, потом это упаковал в курс и уже продавал не как живые тренировки, а как курс. Вот. Ну, и, в общем-то, он стал каким-то образом популярным, хотя не могу сказать, что я прям много времени уделил его созданию, но оказался очень актуальным. Да и, в общем-то, сейчас, да, сейчас некоторые уроки, особенно там первый урок, да, еще там какие-то, ну, префлоп, наверное, там неудачный, вот, если будете смотреть, то на префлоп не обращайте внимания, он там неоптимальный, мягко говоря. Вот. Но базовые вещи, которые там озвучиваются, они будут, значит, они будут работать всегда. Но в какой-то момент он распространился. То есть на этом этот мой, ну, как сказать, малый бизнес по продаже своего авторского курса инфобизнеса закончился. Вот. Но самое интересное, что мне, как бы, продолжали поступать в скайп-обращения от ребят, говорили, что, чувак, я вот твой курс посмотрел пиратским образом, но он мне так зашел, давай я тебе все-таки зашлю его стоимость, как бы отблагодарю. Это было, в общем, очень интересно. Он стоил 250 баксов за 5 уроков, и эти 250 баксов мне ни один человек перевели. И был один яркий случай, когда мне постучался человек, у него такой еще миг был, Road to Nepal, по-моему, Road to Nepal. Он сказал, что, слушай, я так сильно втащил после твоего курса, я тебе отдаю 10% от того, что я втащил. Я говорю, ну давай, окей, переводи. Он мне закидывает, скорее, 800 долларов, я думаю, блин, ну, приятно, что чувак так хорошо втащил. Ну, я был для них уже. Это было интересно. Интересный опыт такой. Великолепная история. Начинаешь верить в человечность человечества, когда такое слышишь, но не всегда бывает все так гладко. И чтобы наше интервью не было таким вот сладеньким, я хотел бы обсудить твой рейтинг, твой рейтинг на Gypsy Team. Вот очень интересно узнать, по какой причине, и что это такая загадочная причина, твой рейтинг является таким, какой он есть на сегодняшний день. Поведай эту душераздирающую историю, пожалуйста. Митя, ты абсолютно прав. Причина есть. Но история, на самом деле, с Gypsy такая, ну, не короткая, да. Ну, давай обсудим ее сначала, что ли. Значит, на Gypsy вначале тоже я давал тренировки, и все было там окей. И в какой-то момент, когда вот родилась, я начал давать тренировки за процент от профита, было у меня два ученика пробных. Я хотел на них попробовать это дело. Когда это дело пошло, я понял, что да, это можно масштабировать, можно выбирать учеников и многих обучать проценту от профита. Значит, и тогда родилась программа 50. Программа 50. Я набрал учеников, и мы это делали вместе с Валерой, с моим партнером. И по, значит, те контакты, которые у меня были из бывших учеников, там набрались люди, которые вступили в программу 50 и начали за процент от профита обучаться. И на Gypsy мы пришли где-то, наверное, через год только после того, как это все затеяли. И у нас уже были результаты, были люди, которые закончили программу 50, заработали по 50 тысяч долларов в течение года. Это, в общем-то, хороший результат. Но вот мы были, получается, ну, наверное, первопроходцами по обучению за процент от профита. Эта модель была непопулярная. Никто это не делал. Были попытки, кто это делал. И это считалось как-то, что, типа, чуть ли не рабовладельческая схема и не приветствовалось вообще никак. Вот. Что, типа, мы тут эксплуатируем бедных учеников, заставляем их работать и пожинаем плоды, которые не заработали. Ну и, в общем-то, хотя на самом деле, на мой взгляд, это самая честная модель, которая только может быть, потому что к тебе приходит игрок, который там зарабатывает 500 баксов в месяц, а ты его выводишь на доход в 4-5 тысяч долларов в месяц. Ну, естественно, вы просто объединяете усилия, работаете как партнеры. Твоя задача, как партнера, давать методологию роста по лимитам и увеличения своих доходов, а у твоего партнера-ученика у него задача по этой методологии шаг за шагом идти и, в общем-то, свою стратегию перестроить из его стратегии, которая там позволяет ему бить НЛ-25, перестроить по кирпичику стратегию, которая позволит ему играть на НЛ-200-500 тысяч. То есть все справедливо. Ну и люди на это смотрели так, что человек за год заработал 50 тысяч долларов и за это должен заплатить двадцатку. Типа, ребята, вы что, офигели, что ли? Вы берете 20 тысяч за обучение за год? Вы как бы с ума сошли, что ли? Вы где-то такие цены нашли? Но на самом деле мы ничего не берем. Мы, в общем-то, формировали этот профит в 50 тысяч долларов вместе. И его, естественно, распиливали как совместный профит нашего партнерства с учеником в этой пропорции. Но на джипсе это не про канала. И, в общем, очень много негатива на нас выливалось в первую очередь. Но и надо сказать, что мы там допустили ряд ошибок, когда заходили на джипсе. И главная ошибка была, что главные наши, как это сказать, хейтеры, главные хейтеры это были как бы местные ребята на джипсе, как это там называется, лидеры мнений, у которых высокие рейтинги. И у них там популярные блоги и так далее. И вот они начали наезжать на программу 50. И на самом деле мы начали как бы конфронтацию с ними. когда ты начинаешь конфронтацию с лидером мнений, то ты, естественно, начинаешь форум против себя настраивать. Вот. И вот это была наша ошибка. Это потом уже мы начали читать книжки, а как вообще правильно делать, как правильно заходить на форумы. Ну, правильно было наоборот. Это вначале получить лояльность от лидеров мнений и так далее, там подружиться с ними, только потом уже там свои продукты продвигать. Ну, ни в коем случае не ссориться. Но как бы ошибка, как говорится, учится. Вот. И следующее, что произошло, значит, были очень бурные дебаты, что там программа 50 хорошо, программа 50 плохо и так далее. То есть мы свою позицию отстаивали в форум, все пытался нас убедить в том, что программа 50 плохо. И был такой период, что вот очень популярна была наша тема, то есть все этот срач смотрели, ну, как, в общем-то, и всегда, да, срач всегда привлекает внимание, и полфорума это дело читали, и в том числе там в каком-то моменте там видно, кто читает эту тему, там уже чуть ли не там соул, по-моему, это какой-то там главный тип, тоже, видимо, ему обратили внимание, посмотреть, что происходит у тебя на форуме. И, в общем-то, мы начали обращаться за консультациями к ребятам, которые там, ну, из бизнес-сферы, говорили, ребят, вот так и так, нас там хейтят очень сильно, очень куча народа там набрасывается, что делать, и как это все выправить. А нам сказали, как бы, чуваки, да вы, в общем-то, неправильно это все видите, воспринимайте это как бесплатный пиар, и вы, в общем, можете свои услуги там продвигать. А у нас тогда еще был разрабатывался, ну, вернее, был разработан уже скрипт автопосадки, и мы туда давай еще, как бы, поскольку аудитория большая, запихивать скрипт автопосадки. Тогда он был легальный на PokerStars, и, в общем-то, продавали еще и этот скрипт. Ну, и в какой-то момент он стал на PokerStars нелегальным, но, так как многие люди им пользовались, было очень много запросов, чтобы он заработал на PokerStars, продолжал работать. Мы попробовали сделать, чтобы он работал, но это, как бы, далеко не пошло. Ну, и, как бы, вот эта вот наша попытка, она вернулась тем, что, как бы, мы там хапнули в горе, и, в общем-то, за, получается, за распространение этого, ну, уже запрещенного, получается, софта, да, хотя до этого он был запрещен на других сайтах, но это тогда никого не волновало, мы размещали рекламу прямо на Джипсе, это все работало. Но вот, как только ты попадаешь в немилость форума, видите, здесь все это вспоминается и, в общем, прилетает. Ну, и все. В общем, надо сказать, что все прилетело, наверное, справедливо, сами виноваты, и, ну, на самом деле, вот получилось вот так, да, и поэтому все рейтинги пошли вниз, то есть люди, когда видели, что вот уже программа 50 раздражала, что типа кто-то там что-то обучает, ну, не обнаглели ли, и заявляют, что обучают очень эффективно, а тут еще такой подарок, что еще и софт какой-то подпольный распространяют, ну, и все, ловите, ребята. Ну, и мы поймали, и, короче, в комментариях там чуть ли не мошенник и так далее, на завтрак кушаете младенцев, скорее всего, ну, вот так. Больше покерводов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в вип-клубе нашего сайта pekarestas.com.vip Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео. Ну, вот здесь я, наверное, сделаю небольшую ремарку для тех, кто, может быть, не в курсе, что из себя эти скрипты представляют. Ребята, это такие маленькие программки, которые облегчают жизнь покериста. Они некие рутинные штуки делают автоматически. Вот в данном случае мы говорим о скриптах, которые позволяют найти столы, за которыми уже в данный момент находится, так сказать, рекреационный игрок. Правильно, да? Так надо говорить. Скажи, на сегодняшний день твое отношение к подобным скриптам изменилось? Ведь они, собственно, теперь уже являются нелегальными. А твое отношение к ним осталось прежним? Или ты как-то его подкорректировал? Мое отношение к скриптам, безусловно, это максимально позитивное. Но лишь по той простой причине, что этот софт, он автоматизирует, ну, по факту, как бы обезьянью работу, которая к покеру не имеет отношения. То есть он автоматизирует подбор тебе столов. Все. То есть, а твои скиллы, как игрока, ты их, в общем-то, все фокусируешь именно на игру. Тебе не надо там одним глазом смотреть на игру, а другим глазом смотреть на лобби и пытаться как бы селектирить. Ты уже с такими глазами сидишь. Все. То есть это софт, который автоматизирует те вещи, для которых не требуются какие-то умственные скиллы. Конечно, это супер плюс EV для регуляров. И наша ошибка была в том, что он был дорогой. И мы на это не обращали внимания и считали, что, да, как бы без скрипта тяжело попасть за стол. И он маст хав. И люди будут покупать его и по дорогой цене. Это была наша ошибка. То есть, мы тогда были ориентированы больше на деньги, а не на клиентов. И это всегда очень дорого обходится во всех бизнесах. То есть, всегда нужно ориентироваться в первую очередь на клиента, чтобы ему было хорошо. Вот. Он мог бы быть дорогим, если бы им пользовались единицы. Да, все, конкуренции нет. Единицы им пользуются, платят дорого, но и имеют дивиденды хорошие. Но когда он стал массовым, им уже пользуются все, от него уже нет такой эффективности, как если бы кто-то один им пользовался. Ну, просто потому, что большая конкуренция. Все со скриптами, все за этот стол все равно попадают в очередь. Как бы смысл в этом скрипте. А он продолжает стоить дорого. Ну, и, конечно, регуляры были недовольны. И вот тут и наше тоже упущение, что надо было срочно бежать на переговоры с регами. и говорить, ребята, все-таки этот софт плюс EV, давайте договариваться, давайте, чтобы он был, может быть, дешевле или еще как-то. Ну, просто, чтобы он был автоматическим. Ну, например, такие софты, как Stars Helper, да, то есть, он тоже автоматизирует игру, он тоже очень полезный для регуляров, ну, для всех он, в общем-то, полезный. но он стоит очень дешево, им пользуются все, и, в общем, ни у кого не возникает мысли, что что-то там надо начать писать репорты в, значит, в покер-румы. В общем-то, то же самое, и нужно было делать, делать определенную работу с покер-румами, то есть, договариваться, писать, им говорят, ребята, это вот как бы софт автопосадки. Он, в общем-то, не несет никаких рисков ни для рума, ни для рекреационных игроков. Он, в общем-то, плюс-евы для всех сторон. Вот, но, как бы, чтобы объяснить им, что это на самом деле выгодно и руму, и игрокам, и всем. Вот, но кончилось тем, что озлобленные регуляры начали писать жалобы в покер-руму, что нужно это запретить, нужно это все наказать и так далее, что и произошло. Ну, и получается, что, в общем-то, мы все лишили себя вот этой вот автоматизации, очень важной, к сожалению. Ну, в общем, сам виноват, что поделать. Новички, новички были в бизнесе и сориентировались не на то абсолютно. Надо было ориентироваться, конечно, на клиентов и на удобство. Но эта война уже проиграна, по большому счету, да, потому что на ключевых сайтах скрипты запрещены, там, где они разрешены, вернее, там, где, вернее, запрещены, то они, наверное, везде уже, запрещены везде, где-то вообще просто, ну, нереально играть с ними, ты получаешь сразу бан. В каких-то румах еще, насколько я знаю, там что-то можно поигрывать, но все равно у тебя есть риски, и рано или поздно ты будешь получать эти баны. То есть сейчас уже использование скриптов связано с высокими рисками и, ну, как бы, отпадает в их использование. Вот, на мой взгляд, это печально, хоть я сейчас уже более трех лет вышел из этих проектов по скриптам, но на самом деле софт это очень полезный, был, и, ну, очень жалко, что мы не смогли все вместе договориться, заинтересованные лица, это регуляры, да, группа регуляров, и, в общем-то, потеряли вот эту вот возможность увеличить свое отожидание. Андрей, но все равно есть такое понятие, как экология, покерная экология, да, ну, а, соответственно, есть борцы за покерную экологию, и многие, я думаю, из этих людей скажут, что скрипты это не экологично, а вот что ты скажешь этим людям? Значит, по поводу, по поводу покерной экологии, здесь очень важно понять вообще нашу роль в этой, в этой индустрии, то есть у нас в индустрии есть любители рекреационные игроки, есть покер-рум, который организовывает игры, и есть регуляр. Вот если спросить у регуляра, какая твоя роль вот в этой цепочке, то, я тебя уверяю, ответы будут очень странные, да, то есть в чем польза, вот как бы я к этому веду, в чем польза регуляров для покера и для покерной экологии, то есть мы же все-таки не просто так эти деньги свои получаем, значит, что-то мы должны какую-то пользу нести, и вот у многих, кстати, вот наблюдается такой диссонанс, что они грустят от того, что, блин, ну что я хорошего делаю, да, я вот как бы обыгрываю фиши, и, в общем-то, на этом моя деятельность заканчивается. Значит, это подход неправильный, ну, во-первых, так просто невыгодно думать, да, потому что вы от этого страдаете. Вот, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но моя версия, по крайней мере, позволит вам играть в покер с большим удовольствием. Значит, роль регуляров в покерной экологии такая, что мы обеспечиваем ликвидность игры. То есть, если придет, значит, любитель поиграть в покер, захочет поиграть в покер, то благодаря регулярам он сможет это сделать в любом покер-руме, в любую дисциплину, на любом лимите, в любое время года, в любое время суток. То есть, всегда он найдет игру, потому что там будут сидеть регуляры, которые ему ликвидность игры предоставят. Они смогут дать ему игры. Да, понятно, если там мы говорим про микролимиты, где очень много любителей, там, как бы, регуляры, может быть, и не сильно нужны, потому что любители с любителем будут играть, и, как бы, все хорошо. Но если говорить про высокие лимиты, то там любителей не так много, и там, например, может быть всего там полтора-два столика, где сидит один любитель и остальные регуляры. То есть, там всего, как бы, может быть в моменте два любителя, и с кем они будут играть друг с другом, но, как бы, они хотели бы поиграть 6 макс, 9 макс. А регуляры им это, возможно, дают. Естественно, не бесплатно, да, мы, как бы, выигрываем чаще деньги, чем проигрываем. Ну и, соответственно, уставший человек пришел с работы, хочет поиграть в покер, сел, и вот она, играем, пожалуйста, с живыми людьми. Вот такова наша роль в покере. Значит, регулярно. Значит, по поводу экологичности скриптов, но вот любитель хочет поиграть в покер, он эту игру получает. Какая ему, в общем-то, разница, к нему подсел человек со скриптом или без скрипта? В общем, разницы большой нет. Да, конечно, плохо, когда он садится и видит, что стол мгновенно заполнился. Но это тоже, как бы, вопрос отлаживания этой системы, чтобы из покер-рума можно договориться, чтобы, как бы, появлялись люди не сразу, как бы, не светились. Или с настройками скрипта можно договориться, что у всех задержки будут там одинаковые, чтобы вот так вот, такой ситуации не появлялась. И все будет хорошо. Ну, а если вообще говорить про составы, то у людей вот тоже не совсем правильное представление о соотношении регуляр и любитель. Я думаю, у многих соотношений, что регуляров много, а любителей мало. В моменте так оно и есть. Да, за столом сидит один любитель и пять регуляров. Ну, там, иногда соотношение может немножко меняться. Но если вы скачаете майнинг за год, загрузите его в трекер и посмотрите, а сколько всего любителей и сколько всего регуляров, вы увидите, что регуляров будет где-то, наверное, две тысячи, а любителей будет 200 тысяч. То есть за год две тысячи регуляров и 200 тысяч любителей. То есть, представляешь, да, соотношение. То есть этих любителей, их просто море. И вот задача Кокерума, что они их привлекают, привлекают, привлекают разных. И, в общем-то, то, что регуляры будут пользоваться скриптом на экологию это, ну, как-то он, в общем-то, никак не повлияет, потому что вот эти 200 тысяч, в следующий год будет новый 200 тысяч, и все окей. То есть этот вопрос переоценен, и вот кем-то он был озвучен, и как-то это подхватилось, но к реальности он не имеет отношения с экологией, ничего не произойдет из-за скриптов, но, опять же, как бы, все-таки эта война проиграна уже, скриптов нет, поэтому, так. Андрей, ну, как известно, на покер может повлиять очень много что, и это происходит постоянно. Вот была пандемия, повлияло. Сейчас военные действия тоже, ведь, наверное, влияют. Вот как? Каким образом? Расскажи, вот как эти глобальные события уже сейчас повлияли, и как, возможно, повлияют в будущем на покерную индустрию? Значит, как-то влияет, да, как-то влияет. Ну, понятно, что пандемия повлияла позитивно, потому что люди больше ушли в онлайн, стало побольше трафика, по крайней мере, в начале пандемии. Значит, что касается военных действий, то тут на участников повлияло, конечно, негативно, потому что их позакрывали, повыгоняли из покер-румов. Вот. Но тут важно, наверное, не то, как какие-то события влияют на покер, а что такое, ну, покер вообще, да, или там вот популярный вопрос, сколько осталось покеру. Я вот вспоминаю твои подкасты, которые я слышал там 6, 7, 8, 9 лет назад, и часто этот вопрос звучал, и самый популярный ответ на то, сколько осталось покеру, по-моему, там 2-3 года. Что в 2011 году, что сегодня, если ты кого-то спросишь, 2-3 года осталось покеру. Но это абсолютно неверное понимание вообще природы вещей. На самом деле покеру осталось ровно столько, сколько осталось людям. То есть покер, он хорош тем, что там выигрыш, что там есть дисперсия, что там выигрыш не гарантирован, и на короткой дистанции любитель может выиграть. То есть это для любителей некое казино или некая рулетка. И сейчас мы видим, да, что всякие вот эти вот казино Вулкан, там, или еще что-то, всякие тигровые автоматы, реклама идет. Все это ушло в онлайн, и люди дергают эти ручки, чтобы выпали там, чего там выпало, три вишенки, да, и зазвенел динамик у тебя в компьютере. И народ в это играет, потому что там есть иллюзия выигрыша. Ну и то же самое в покере. То есть он почему популярен? Потому что любитель, у него есть иллюзия выигрыша, он может там выиграть на короткой дистанции. И, в общем-то, пока это есть, люди будут в него играть. Люди будут в него играть, но покер, он более такой еще интеллектуальный, и, ну, как бы, человек приходит с работы, да, он хочет немножко размять свой мозг, хочет поиграть в интересную игру, поиграть на деньги, пощекотать свои нервы, и, в общем-то, пожалуйста, покер ему эти удовольствия предоставит, и он будет играть. Я думаю, даже если там когда какие-нибудь пойдет виртуальная реальность, VR-очки и все прочее, метавселенная, я думаю, что там и в метавселенной народ будет переться в казино и играть в покер. Поэтому вспомнил у меня одна фраза, тоже большая благодарность чуваку, когда вот я начинал играть в покер, смотрел всякие вводы, и был парень Гуамен, Гуамен, и он каждую свою тренировку заканчивал фразой «Не занимайтесь ерундой, играйте в покер». И каждый раз, когда заканчивался тренировкой, он говорил эту фразу, это было для меня просто, я думал, блин, спасибо, чувак, что ты эту фразу произносишь, но ты понимаешь, что это просто фраза, черт побери, но все равно как-то тебе на подсознание влияет, что так, я занимаюсь не ерундой, я играю в покер, все хорошо, продолжаем. так что не переживайте, ребята, кто переживает, что покеру скоро конец, это слишком популярная игра, и она завязана на базовых потребностях человека, человеческого мозга, вот эта вот жажда наживы, что ли, или как это назвать, гемблинг, поэтому и не зря там эти покер-румы продаются, покупаются за бешеные деньги, да, за сотни миллионов долларов, там все-таки не дурачки это делают, не дурачки их продают, не дурачки их покупают, и естественно, они это делают не для того, чтобы через 2-3 года сказать, все, покер закончился, черт, мы неудачно купили, конечно же нет, все это будет развиваться, и более того, сейчас что мы наблюдаем, да, то есть с развитием децентрализации финансовой системы, да, вот криптовалюты, в общем-то, начинает это сказываться и на децентрализации покера, то есть мы знаем, что в приложениях можно играть, да, что в приложениях через приложения начинают иметь доступ те игроки, которые там в резервациях находятся, это те же самые там американцы, австралийцы, китайцы имеют доступ, и это пока что только самое начало, и там нету пока крупных игроков, и я думаю, что это все будет развиваться, и мы еще увидим покер в новой своей красе, но сейчас пока что спроси на улице у чувака, ты можешь там с телефона задепозитить, молодежь, конечно, скажет, да, могу, но основная масса, наверное, скажет, все-таки нет, и когда это все разобьется, и покер, в общем-то, будет здесь тут как тут, когда все смогут в одном пуле играть, будет, может, какое-то несколько больших покер-румов для всех стран децентрализованная, наверное, это будет, мне кажется, ну, с развитием интернета вот все идет немножко к этой децентрализации, если, конечно, закрутят гайки, но тогда и многие сферы пострадают, в том числе покер, но будем надеяться, что как-то выкрутимся. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, и ты говоришь, что покер вечен, допустим, что это так, скорее всего, это так, но ничто ему не мешает покеру видоизменяться со временем, если мы вспомним с тобой времена вот тех динозавров, когда ты начинал в покер, когда я свою околопокерную карьеру тоже начинал, это больше 10 лет назад, тогда покер был совсем другим, и сейчас это совсем другая история. И касательно вот этих обстоятельств, а сегодня возможно начинать играть в покер или все, поезд ушел? Ну, вообще, возможно все, а начинать в покер, играть сейчас, но я вообще не вижу никаких препятствий. То есть, чем отличается сейчас, то есть, сейчас немножко другой подход должен быть, естественно, если вы хотите развиваться в покере серьезно, а относиться к этому, конечно, нужно серьезно. Вот некоторые приходят, говорят, я, опять же, какие перспективы у покера, вот пришел человек сейчас с нуля, но как бы для меня с глубины моих знаний, я понимаю, что зарабатывать в покере там 2000 баксов, ну, это просто, в общем-то, задача так себе, да, не очень далекая, через там год-полтора это можно делать вообще особо не парить, вот, но для, например, стран СНГ это хорошие деньги, так ведь? Очень хорошие деньги, особенно если ты там какой-нибудь студент или пенсионер, или, в общем-то, мама в декрете, это вообще отличные деньги для тебя, но когда люди приходят в покер, они почему-то считают, что это должно быть сразу, нет, это сразу быть не может, потому что за эти деньги нужно посражаться и нужно пообучаться, опять же, да, вы в институте обучаетесь 5 лет, чтобы пойти потом на работу, где вам будет вначале платить 200 баксов, а может и меньше, да, может 300 баксов, потому что вы ни черта еще не знаете, в покере, в общем-то, на 500 баксов можно выйти через 3 месяца при правильном подходе, вот, но нужно обучаться, когда бытность моего старта обучающих продуктов профессиональных было очень мало, сейчас, посмотри, очень много школ, которые делают это профессионально, и опять же, вот тот же самый ресурс, да, на котором, в частности, интервью это выйдет, Пьер Кристас, тоже давно за ним наблюдаю, за этим ресурсом, инмант, конечно, большой величины чувак, и создал, ну, просто потрясающую вещь, видно его работоспособность, его целеустремленность, в общем, на таких людях делаются большие проекты, но я еще уверен, что основные победы у него впереди, вот, и вы можете прийти и сразу получить какие-то готовые варианты, как преуспеть в покере, говорят, чтобы стать профессионалом, вам нужно 10 тысяч часов практики, и в покере, и раньше это так и было в покере, но сейчас эти 10 тысяч часов, из них, там, 7 тысяч часов можно вынести за скобки, потому что их уже проделали те люди, которые занимаются обучением, и они дают вам эти 7 тысяч часов уже сжатые в готовые варианты, говорят, вот это, вот это, вот это не делай, потому что вот такие будут последствия, а вот это, вот это, вот это делай, потому что будут вот такие последствия, все, этот вопрос закрыт, и у тебя, как бы, ты сэкономил кучу времени, и сразу делаешь правильные вещи, а когда ты делаешь правильные вещи, правильные шаги, ты получаешь правильные результаты, поэтому сейчас я считаю, что может быть не то чтобы легче да я не говорю что это будет легкий путь да ну как говорится покер это тяжелый путь к легким деньгам этот тяжелый путь его нужно будет пройти и на этапе обучения будет нелегко нужно будет делать те вещи которые не свойственны непривычные но это очень-то просто нам просто их нужно делать но когда вы это все сделаете вы получите результат и будете наслаждаться новыми плодами то есть сейчас не стоит вопрос в поиске информации сейчас стоит вопрос в том чтобы просто как бы проделать вот эти вот шаги но нужно найти правильный проект я всем рекомендую обращать внимание в первую очередь на проект который обучают за процент от профита потому что они заинтересованы вашем успехе заинтересованы рублем или там долларом или тайским батом и когда есть кто-то кто знает как вас провести по этому пути и он заинтересован в том чтобы у вас получилось потому что тогда и он заработает и вы заработаете то в общем-то без рисковая тема просто ну да надо будет потрудиться это не будет легко и прямо так вот это сразу но это будет недолго то есть сейчас очень легко преуспеть покер при правильном подходе нужно просто правильный наставник но я знаю что на пекарстасе тоже там много квалифицированных трениров тоже к ним я думаю есть смысл обращаться и в общем-то просто делать то что они говорят самое плохое что может быть это когда вы считаете себя уже слишком умным и приходите на тренировку и говорить так окей это мне нравится это я буду делать это я не буду делать потому что я там считаю что это по-другому ну ты считаешь со своим считанием ты играешь свои там нл-10 мы продолжай считать также если ты хочешь как твой тренер там играть и на 1000 наверное есть смысл даже если ты с ним не согласен попробовать хотя бы то что он тебе рекомендует но на проектах где обучение за процентов профита там мы вообще в принципе не оставляем выбора чуваку мы говорим чувак то как ты считаешь вообще как бы никого не интересует просто делай вот так потому что мы хотим гарантировать твой свой результат отлично отлично а у нас все таки интересует и меня особенно твое мнение вот по какому вопросу ну допустим человек развился в покере и достиг каких-то приятных результатов сделал покер своей карьеры у него появились деньги затем появились излишки денег что бывает очень часто если человек профессионально занимается покером так вот насущный вопрос куда девать деньги если у тебя сложилась карьера если ты уже можешь что-то отложить но деньги же не должны просто лежать с ними что-то должно происходить вот посоветуй что-нибудь ну вы есть исследование да что 75 тысяч долларов в год этого достаточно чтобы обеспечить все свои базовые потребности но это действительно так все что выше уже там сильно на твое счастье не влияет вот и когда вас остаются излишки денег но в общем то не думаю что для кого-то проблемы их куда-то пристроить сейчас сейчас очень много но в общем то и фондовый рынок интересный но сейчас я бы конечно рекомендовал обращать внимание на энергетику на металлы потому что это нужно будет всегда в частности на атомную энергетику так что это те реальные ресурсы которые в ближайшее время будут расти просто как на дрожжах и выкладываться хорошо бы туда в моем случае я сейчас активно занимаюсь еще одним проектом так называемый арбитражный арбитражная торговля криптовалютой вот не 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 очень популярна эта тема но без риски вариант когда ты берешь один актив например там bitcoin да есть куча бирж на бирже binance bitcoin моменте стоит там 47 тысяч долларов она бирже там например битмикс он стоит 47 200 то есть цена разная ты на одной бирже продаешь на другой покупаешь ну не ты верни а по специально робот и в общем ты получаешь эту маржу профита небольшую там продал здесь купил цена сошлась ты сделал обратную сделку там купил здесь продам получил профит вот это приносит регулярно регулярный доход в общем-то арбитражная торговля она также есть и на фондовом рынке обыкновенно в общем-то я вкладываюсь туда потому что там для меня это понятный вариант без рисковой и с неплохой доходностью ну а так куда кому вкладываться в общем-то и недвижимость беспроигрышные варианты если говорить о коммерческой недвижимости с жилой я бы не советовал связываться сам там немножко не потерял конечно денег но потерял доходность потому что он больше шести семи процентов выжать очень сложно коммерческая интересная андрей ты достиг многого в покере твоя покерная карьера сложилась у тебя великолепная семья дети жена прекрасное место для жительства пассивный активный доход что дальше пенсия но до пенсии еще далеко на самом деле вот эти вот достижения они какой-то период какой-то период они действительно сыграли злую шутку до со мной когда вроде как бы все работает проекта работают доход идет и все хорошо и ты начинаешь скажем так наслаждаться этими плодами наслаждаться жизнью и это на самом деле ловушка на самом деле ловушка то есть я там какой-то момент поймал идею что жизнь одна нужно ей наслаждаться нужно копать в сторону счастья и так далее и но долго это я я не смог это делать потому что мой это просто становится скучно этот образ жизни он не доставляет удовольствие и все это возвращаешься к тому к постановке цели к новым проектом к новым достижениям и я вот там и на своих родителей смотрю то есть они постоянно тоже что-то делают но в общем а человек такое существо что у него есть естественная потребность труде и в производстве каких-то ценностей каких-то благ но в общем-то нужно найти себе занятия и в нем развиваться помимо покера и помимо криптоторговли еще организовываю здесь турниры по теннису фукете тоже очень увлекательная деятельность куча народу в них участвует иностранцев очень много это это денег не приносится но это вот для души очень классная деятельность так что кто играет большой теннис приезжайте на пакет организуем турнир поиграем познакомимся будет круто да ну что ж помним да что теннис большой это хорошо спасибо тебе огромное за это интервью за время которое уделил на этот разговор я уверен что твоя карьера еще даже не достигла пика поэтому желаю тебе максимально развить свои метастазы в хорошем смысле в покерном мире и чтобы у тебя сложилось все о чем ты мечтаешь спасибо тебе огромное еще раз рад был лишний раз тобой поговорить обо всем дамить спасибо большое тебе за интересные вопросы это же интервью надеюсь ребятам понравилось спасибо всем пока успехов ну что ж ребята это был андрей галт атлас который помог мне совершить небольшой камбэк после небольшого перерыва как я уже сказал вынужденного но теперь мы опять в строю продолжаем наши подкаста строения поэтому обязательно пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал следующее интервью уже готово и скоро будет в эфире в общем ребята рад всех видеть слышать всем пока всем удачи играешь много и делаешь более 300 долларов рейка в месяц мы предоставляем нашим игрокам топовые рейкбэк сделки во всех популярных покер-румах помимо рейкбэка от нас вы также получите доступ в вип-клуб нашего сайта с обучающим контентом выдаем бесплатно вспомогательный софт майнинг конвертеры тулзы капшины и лейауты а также пекарь стас поинс который можно потратить на обучение с тренерами или в нашем магазине покер софта за подробностями о рейкбэк сделках обращайтесь по указанным контактам в skype или telegram или по ссылке 3wpecarstas.com slash pro deals спасибо что посмотрели данное видео и хорошего вам дня не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк данному видео